Отель Moven Peak на острове Фукуок во Вьетнаме был открыт в 2019 году. На общей территории находятся корпуса Moven Peak Waverly, а также виллы и основное здание Moven Peak Villas and Residents. Мы бронировали студию с видом на море как раз в основном здании Villas and Residents, но по приезду оказалось, что оно закрыто и заселили нас в Waverly, то есть по сути апгрейдили, ведь номера в нем стоили дороже. Во время нашего отдыха в октябре-ноябре 2023 года вся инфраструктура двух отелей была сосредоточена в Waverly, а именно ресепшн, рестораны, бары, тренажерный зал, спа-салон, детский клуб и игровая зона, лаунж и бассейны с активити. Точнее, в Villas and Residents большие бассейны тоже заполнены, но отдыхающих мы там не увидели, а детская площадка огорожена как будто на ремонте. Возможно, к зиме ситуация изменится, но мы попали на открытие сезона и гостей было мало. Начнем обзор с описания номера. Нас заселили в Супериор Севью 1338. Номера светлые, просторные, все новое, не к чему придраться. Есть сейф, весы, халаты, сланцы, пляжная сумка, зонт. Кстати, у нас есть видео об истории зонтов, о том, как изначально они защищали от солнца, а не от дождя. Так и здесь, в сухой сезон зонт пригодится именно по первой причине. Кофе-машина, чайник и 4 бутылки воды ежедневно. Рабочий стол с лампой. На ТВ есть в том числе русские каналы. И можно подключить телефон через Bluetooth, смотреть не только скачанные фильмы, но и онлайн. Wi-Fi здесь отличный в номерах. По территории тоже работает, но не везде одинаково хорошо. Шампунь, кондиционер и гель для душа в дозаторах. Есть мыло, лосьон для тела тоже в дозаторах. Зубные щетки, паста, бритвенные принадлежности и так далее. Кому очень интересно, смотрите подробный ролик с распаковкой. Ссылки на видео будут в описании. Балкон большой, вид сногсшибательный. Можно загорать, не выходя из номера. На первом этаже есть номера с выходом к бассейну. Теперь о питании. Завтраки почти шикарные. Почему почти? Потому что, во-первых, до карантина мы не раз были во Вьетнаме, и даже в более бюджетных отелях глаза разбегались. А здесь ни рыбы, ни морепродуктов за неделю не было замечено ни разу. Но зато было много разновидностей. Мясо, бекон, хороший выбор сырные и колбасные нарезки, орехи, семечки, фрукты, овощи. Есть станция лапши. Без нее вози никуда. Мы такое не едим на завтрак, но здесь брали тарелки глубокие, чтобы салат смешать, проростки Маша и палочки. В других локациях этого не найти. Пончики, вафли, блины, круассаны и другие хлебобулочные в ассортименте. Здорово, что помимо уже готовых заправленных салатов, были блюда с отдельными ингредиентами и большая салатница для замеса. То есть, каждый может приготовить на свой вкус. Яйцо Бенедикт, омлеты и яичницы, какие угодно на заказ. Большой выбор вкуснейших свежевыжатых соков. Гуава, арбуз, маракуйя, апельсин, дыни, киви, драконий фрукт и другие. Кофе ледяной в кувшинах, черный и со сгущенкой. Каждый день было что-то новое. Есть много коротких видео на тему завтраков. Смотрите в шортс. Приятный бонус всех мавенпиков – это сладкий час во время полдника. В баре на ресепшн накрывают стол с тортиками, фруктами, сладкой ватой и шоколадным фонтаном. Смотрите подробности в наших коротких видео. В баре у бассейна с 6 вечера и до закрытия две пиццы по цене одной. А с 5 до 7 вечера акция на напитки. Один покупаешь, второй в подарок. На обед и ужин два отельных ресторана работают по меню. Возможен заказ еды в номер. Средний чек без напитков на двоих – 500-600 тысяч донгов. В детском меню блюда по 150 тысяч донгов. Цены можно заранее посмотреть на сайте отеля и посчитать соразмерно своему аппетиту. Возможно, тем, кто летит турпакетом ненадолго, выгоднее сразу бронировать полупансион или даже все включено. Рядом с отелем только одно кафе и не особо дешевле ресторанов внутри. Есть малюсенький супермаркет. Там напитки, бомж-пакеты, сухие перекусы типа печенья, шоколадок и чипсов. А ехать в другие кафе, во-первых, нужно понимать, куда именно, ведь вьетнамская еда достаточно специфичная. Во-вторых, на этих поездках хоть близко, хоть далеко нужно время. Жалко тратить недолгие 10 дней отпуска на добычу пищи. Детский клуб – это отдельная тема для тех, кто летит отдыхать с детьми. Мовенпик – один из немногих на Фукуок, где есть и достаточно просторный клуб, и анимационная программа с расписанием на неделю. Правда, большинство активити платные. Например, декорирование фоторамки – 50 тысяч, кулинарные классы – от 170 до 300 тысяч, рисунок на футболке – 300 тысяч донгов и так далее. Бесплатно – уно, твистер, оригами, спортивные активити, тату-наклейки, рисование и тому подобное. Во время нашего отдыха не было ни детей, ни аниматоров русскоговорящих, поэтому дочь без энтузиазма поиграла немного и все. Работники клуба – вьетнамки, английский знают. Время работы с 9 утра до 6 вечера. Вечерней программы, как в Турции или Египте, для детей нет. В октябре мы застали вот такую погоду. Несколько дней подряд – дождь без остановки и темно-серое море. Хорошо, что в этом отеле есть чем заняться, не выходя на улицу. В резортах попроще, куда мы переехали после Мовенпика, была бы тоска смертная. В ноябре дождей стало заметно меньше и в основном ближе к вечеру или по ночам. Местные говорят, что зимой их не будет совсем или крайне редко. Территория отеля огромная, пешком не обойти. Раньше были велосипеды, но нам сказали, что они вышли из строя, а новые пока не куплены. От корпусов до выхода на городскую трассу, то есть, например, до бесплатного автобуса в город или в Гранд Уорд, только на электрокаре. Топать самим нереально. С 6 утра и весь день, если не дождь, то жара. Вечером после 18 темно. В отеле есть свой собственный автобус в аэропорт. Ходит он по расписанию. А если бы идти на трассу, то там каждые 15-20 минут курсируют бесплатные зеленые автобусы от аэропорта до Гранд Уорд через весь город. В том числе на них можно доехать до самого большого супермаркета острова Кинг-Конг. Отельный пляж очень протяженный и чистый. Это западная сторона острова, район Онланг-Бич. Даже в то время, когда море было неспокойное и большие волны, мусора мы не видели, как, например, на Юго-Востоке в это же время, около отелей Мариотт или Премьер Резиденс. Вот кадры для сравнения. Лежаков немного, но и гостей в отеле было мало. Возможно, при необходимости их поставят больше. За время нашего отдыха один раз была пенная вечеринка на бассейне, один раз свадьба, и уже живя в другом отеле, мы приезжали в Мавен Пик на Хэллоуин Пати, в который отель начал готовиться аж за месяц до события. Результат – вот такое костюмированное шоу. Подытожим. При хорошей погоде и тем, кому нужен спокойный отдых на море, отель подойдет. А тем, кто хочет движ и активности, здесь делать нечего. Если отель закупит обещанные велосипеды, будет немного повеселее. Детям в компании – хорошо. По одному и без знания языков – скукота. На ресепшене есть русскоговорящий работник Гарри. По острову, кроме как на бесплатном автобусе, можно передвигаться на арендованном байке или на такси через приложение Grab. Обязательно посетите Grand World – минут 10 на бесплатном зеленом автобусе в сторону северной части острова. Там и днем будет интересно прогуляться вдоль каналов, напоминающих Венецию, и вечером бесплатное шоу посмотреть. В ближайшее время будут обзоры других отелей Фукоук, и есть много коротких видео о наших приключениях во Вьетнаме. Смотрите в разделе Shorts.